Дневной рубеж Дневной рубеж Дневной рубеж Цитируем Дневной рубеж 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 из Крыма. Поэтому почему же Зеленскому не призвать в ряды ВСУ самого Господа Бога? Вот нормально это для них. Отсюда у них и Пасха вот такая вот странная, с совершенно дикими картинами, которые на улицах разных городов возникали. Одесса, там жрец какой-то, жрец Раскольников, судя по всему, устраивает совершенно безумное шоу. Дальше вроде бы молитвы читают на заднем плане ребенок рыдает. Этот орет какое-то безумство про то, что русского мира нет в Одессе. Размахивает крестом. Абсолютная вакханалия. Дальше хуже. Не знаю, что за город, но кадры тоже этих дней пасхальные, в кавычках разумеется, любители конопли в каком-то странном образе священников. А ну, стоп! Слава Джо! С котелами, с каким-то дымом разноцветным, говорят, ну, естественно, с эмблемами известной травы запрещенной, радуют присутствующих вот этим своим странным, каким-то абсолютно непонятным бесовским обрядом. Но это еще не все. Чем дальше, тем хуже. Это Евровидение. Если кто помнит, был такой конкурс, там сначала вроде песни пели и даже вроде как побеждали кто-то там по принципу музыкальных способностей, потом все скатилось до абсолютного поклонения фрикам. Здесь некие украинки приперлись с куличами и яйцами к какому-то трансгендеру, не могу назвать имя, потому что просто незнаком с творчеством этих людей, стукались, вернее, учили трансгендера стукаться пасхальными яйцами. Опять же, прости меня, господи. Объясняю этому на таком поломанном английском, кто разобьет яйцо, кто победит. Это вот в золотом платье с грубым голосом и какой-то шевелюрой такой рыжий. Это вот существо свободного пола, я так понимаю, для тех, кто не смотрит нашу видеотрансляцию. А вот эти барышни, это, так понимаю, участницы конкурса, что ли, со стороны Украины. Судя по всему, вот этот вот представитель свободной ориентации так ничего и не понял из происходящего, что, в принципе, наверное, неудивительно. Но тут непонятно одно во всем этом, почему они отмечали Пасху с нами по одному календарю. Вроде у них там все уже на западное расписание должно было перейти, без всякой претензии к католикам, ко всем остальным. Но они же в принудительном порядке, по крайней мере, Рождество они там чуть не документально и законодательно переносили. С Пасхой как-то не так случилось. Даже, ну, понятно, там были призывы запретить посещение кладбищ, хотя, в общем-то, это, ну, на Пасху, как мы знаем, не очень приветствуется с точки зрения религии. Но, тем не менее, храмы в прошлом году закрывали, в этом году вроде не стали, но огромное количество людей встали в очереди, в храмы на Украине, которые все-таки живут по старому, по православному календарю. На этом безумие ведь не заканчивается. Тут еще один персонаж, есть некий гендиректор Укринформ Алексей Мацука. Он решил спасать детей из Мариуполя, вспомнил про детей, но, естественно, детей не обычных, а детей ЛГБТ. По его мнению, их там так много, что нужно спасать срочно-срочно. Хочу сказать про детей ЛГБТ. Я не знаю, что вы тут взгадывали, потому что, точнее, 8 роков мы в Мариуполе будували платформу ТЮМ. 8 лет они спасали в Мариуполе детей ЛГБТ. Допомогали детям робить камин-аут. Камин-ауты совершать. Потом мы поехали, а дети залишились. За российским законом, это теперь переследование. По российским законам, это не законы. Где организование программы по вывозу детей ЛГБТ из Мариуполя? Ну как, вот справедливо подписывали это видео в комментариях. Вот еще одна причина, по которой надо было все-таки освобождать и Мариуполь, и многие другие города. Чтобы этого безумия не творилось, потому что ведь то, что Россия не допускает пропаганду ЛГБТ среди детей, это вот является с их точки зрения западных ценностей абсолютно русофобией. И в какой-то момент эта русофобия и этот поток совершенно безумных западных ценностей, конечно, наверное, должен был хоть на кого-то сыграть в том смысле, что отрезвить и позволить людям понять, в каком безумии они оказались. И если посмотреть по многим блогам, свежим достаточно, и по запросам, многие жители западных стран, казалось бы, цивилизованных, вот этого сада Борреля, начали что-то понимать и начали потихонечку подумывать об отъезде в Россию, сбегая от этих дичайших ценностей. Это, конечно, не массовый поток, и вряд ли там, наверное, ФМС какая-то статистика есть такая внушительная, внушительная, но очень много признаний, рассказов про американцев, которые, не только американцев, но начнем, пожалуй, мы с американцев, которые предпочитают переезжать в Россию, чтобы здесь жить в мире и спокойствии без вот этого вот сатанизма и бесовщины. Спрашивают меня, почему я переехал в Россию. Это первый вопрос, который я получаю от любого американца, с которым общаюсь, и это первый вопрос, который я получаю от любого русского, с которым общаюсь. И у меня есть несколько очень веских причин для переезда в Россию. В прошлом году я провел в России три месяца и совершенно влюбился в эту страну. Я обожаю ее культуру, я обожаю ее кухню, я обожаю музыку, я обожаю ее язык. Это очень сложно, но это замечательный язык. Мне нравится ощущение, что я нахожусь в другой стране, что я начинаю все сначала в новой стране. Да, в прошлом году я просто влюбился в эту страну и решил, что собираюсь переехать сюда. Расскажи мне о причинах переезда в Россию. Экономика функционирует. Семья из четырех человек на самом деле может. Мать может оставаться дома с детьми, а отец может получать достойную работу на полный рабочий день работу и действительно позволить себе жить здесь. Продукты стоят до смешного дешево по сравнению с долларами США. Самая большая сумма, которую я когда-либо тратил на продукты, по-моему, составляла около 67 долларов. И я купил буквально целую тележку продуктов. Но в Америке этого делать нельзя. В последний раз, когда я покупал продукты в Америке, у меня даже не было полной тележки. По общему признанию, тележки немного больше. Но в Америке я потратил на продукты более 300 долларов. А самая большая сумма, которую я когда-либо тратил здесь на продукты, составляет около 67 долларов США. Подумайте об этом, ребята. На это должна быть причина. Тут, конечно, дело не только в тележке с продуктами, чему удивлялся, если помните, Такер Карлсон. Этот мужчина, американец, я, кстати, не знаю его имя, знаю, что канал называется «Россия. Американская мечта». Вот так теперь Россия стала американской мечтой для многих американцев. У него там немного подписчиков, но он говорит и про культуру семьи, и про религию, и про многое-многое другое, что позволяет ему жить комфортно. Кстати, тем, кто вдруг будет там говорить, что вот у них свои дома, большие, одноэтажные, а мы все живем в этих муравейниках, на самом деле как раз он и восхищается вот этими так называемыми муравейниками, в том смысле, что в больших, по крайней мере, городах в этих муравейниках прекрасная коммунальная система. Вы имеете все удобства, вам доступны все возможные услуги, электронные, финансовые, и это просто удобно. И вот так изменился мир. Еще 30 лет назад какие-нибудь такие же русские, наверное, уезжали в Америку за американской мечтой, если бы тогда были YouTube и все остальное, вот такие же блоги про Америку писали. Многие, наверное, до сих пор, кстати, пишут, как все прекрасно. А вот дожили до того момента, когда американцы бегут в Россию, спасаются от этого западного мира. Кстати, не только американцы, но и россияне, выходцы из России, которые, ну, например, как вот эта девушка, если не ошибаюсь, она Саша, Саша ее зовут тоже, блог свой ведет, она в детстве выехала вместе с родителями в Америку, потом пожила, поучилась, подумала и решила вернуться. В мой первый день в университете мне пришлось носить бейджик с моими местоимениями на нем. Например, она ее, он его и они их. Я не понимаю, почему мне нужно говорить кому-то, что я женщина, если совершенно ясно, что это так. И я действительно видела, как у одного из моих профессоров возникли проблемы из-за того, что он не назвал кого-то они. Что подводит меня к следующему пункту – в свободе слова. Где это вообще еще существует? Потому что свобода слова для меня – это возможность быть верным тому, во что ты веришь, возможность свободно высказывать свое мнение. И если кто-то не согласен с они или подобной гендерной идеологией, почему мы должны заставлять их менять свой словарный запас в угоду меньшинству? Это про ту самую гендерную свободу, называясь «Какого хочешь пола» и так далее. Вот таблички их там заставляют носить, чтобы все понимали, кто они там, какого оно пола, и не понимает нормальный человек. Она, кстати, если кто скажет, что вот она там приехала в Россию говорить на английском, она на английском говорит специально для западной аудитории, чтобы они понимали, почему от них люди убегают. В том числе, кстати, и потому, что оказывается, совершенно дикие свободы американские на русском языке, учащимся в учебных заведениях, как выясняется, разговаривать нельзя. Трудно понять везде ли, но вот это, девушка столкнулась с подобным. Один из моих одноклассников был из Казахстана, и мы говорили по-русски друг с другом. И однажды после выборов моя учительница услышала, как мы с одноклассником разговариваем по-русски, и она на самом деле сказала нам выйти из класса, что она поговорит с нами. Она вышла и сказала, что мы не должны больше использовать этот язык в ее классе. Веди себя тихо. Как ты можешь отказать мне в моем родном языке вместе с одноклассником? Это было действительно обидно для меня. Запрещено говорить в Америке на русском языке, по крайней мере, на уроках вот этого преподавателя. А мы еще что-то возмущаемся по поводу русофобии, запретов русского языка в странах Прибалтики, на Украине. Откуда? Кто учитель этих авторов запрета, сочинителей этих запретов? Поэтому люди и бегут, и, кстати, бегут даже вообще в оплот диктатуры Белоруссию, как выясняется сейчас, то, как воспринимал и представлял всегда Запад себе эту страну. И Александр Лукашенко. История судьи воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта, который в Минске на пресс-конференции рассказал, что теперь просят политубежище в Белоруссии, потому что больше в Польше жить не может. К чему до польства приехала? Почему я приехала сюда к вам? Если хочешь о ситуации в моем краю... Если речь идет о ситуации в моей стране? Если выраз протесту против того, как есть проводена политика польских против Белоруссии и против России. Что это выражение протеста против того, как проводится политика в отношении Белоруссии и к России? Этот юрист, он ранее возглавлял Национальный судейский совет, говорит, что не согласен с политикой, действиями польских властей, которые под влиянием США и Британии ведут страну к войне. Естественно, его за это преследовали, но и был вынужден покинуть свою родину. Даже украинцы, которые еще недавно скакали с соответствующими лозунгами «Майдан», «Демократия», «Безвиз», все что угодно. Потом потихонечку стали перебегать в Европу, потому что воевать-то не хочется. Вот сейчас в Европе, после того, как уже и Германия, пусть не на высшем уровне, но тем не менее, разговаривает, обсуждает, можно ли украинцев отдать обратно Зеленскому и его режиму. Ну, Польша-то уже практически обсуждает на высшем уровне эту схему. Страны Прибалтики готовы присоединиться. И вот сейчас эти украинцы в Европе внезапно засобирались в Россию, потому что в Европе стало как-то неуютно. Это касается, конечно, в первую очередь мужчин призывного возраста. Ребятулечки, кто в курсе, как сейчас лучше добраться в украинцу с Европы в Россию? Я знаю, что сейчас только через Шереметьево, если самолетом лететь, то это дороговасенько получается, удовольствие такое, скажем так. На двоих приличная сумма выходит. Я слышал, что есть бус, который возит с Европы, вроде бы за 370 евро везет в Шереметьево. Там проходят фильтрацию, а потом уже можно любыми путями выезжать, уезжать. Кто владеет информацией, подскажите, пожалуйста, чтобы быть в курсе и понимать, каким путем добираться. Всем спасибо за ранее. Тут как в не очень приличном анекдоте про два путя. Вот есть такой за 370, сколько он там сказал, евро, а есть достаточно рискованный в рамках сдачи в плен. Это очередной пленный, принятый нашими бойцами. У большинства людей растет недоверение радикальное к правительству, генералам, депутатам, что хотят развернуть оружие и идти на Киев. Для того, чтобы спросить у генералов, главнокомандующего президента и Верховной Рады, когда это все закончится, и положить конец беспределу в стране. Полищук Юрий Сергеевич, солдат, 34 года. Словили меня на улице ТЦК, запхали в машину, дали пару раз по ребрах, привезли до военкомата. Миткомиссии я никакой не проходил, а листочок лежал уже з миткомиссией, что я уже все пройшел. Из Яблонівки меня потом отправили в час и в Яр, и с часового Яра меня отправили потом на позиции. Меня добровольно, принудительно призначили в 115-ю бригаду, 215-й батальйон. Меня никто ничего не питал. Принудительно меня заставили в 215-й батальйон. В 215-м батальйоні подготовки ніякої не было. Нас просто отправляли на бой, як пушечное мясо. За один день ми пройшли всю медицину, инженерную и стрелковую. И потом нас отправили на фронт. Нас привезли на фронт в час и в Яр. На позициях не было ни ести, ни пить. Командири постоянно кричали, чтобы бьют, если вы отступили с позиции. В 24-го меня привезли в лес и в 24-го я сдался в полон. Про русские войска нам, командири, говорили так. Если видишь, убивай, потому что тебя как зловят, будут катывать. Будут взять ноги, пальцы, руки. Будут и сдеваться. Хлопцы, сдавайтесь. Не страдайте ерундаю. Тут нормально, тут никто не бьет. Ніхто тут ничего не делает, так как рассказывают. Вот я в плену з 24-го числа. Бачите, я живей. Мене гудуют. Дают курети. Воду дают, все дают. И никто над мною не издевается, никто меня не бьет. Бачите, я целый, не поломанный, не порезанный, ніякий. Здавайтеся, не страдайте ерундаю. И в Русії у каждого есть какие-то родители. И из Русии в Украине у каждого есть какие-то родители. Что вы страдаете какой-то ерундаю? Хватит уже. Або сдаватись, або того Зеленського выгнати. Что-то требует уже робити, кинець кинцями. Сколько уже можно убивать этот украинский народ? Мама, папа, не переживайте, я живей, здоровый. За мной все хорошо. Меня тут гудуют, кормлят. Ніхто над мной не издевается. Всім, хто меня знает, я живей, здоровый. Не переживайте за мной. Кінчится війна, я вернусь. Есть такой вариант. Только когда кончится війна лучше, потому что ведь отправят по второму кругу. Сейчас Нью-Йорк Таймс сожалеет, что из-за масштаба потери ВСУ не могут своевременно отчитываться о погибших. И что у украинцев это вызывает серьезное недовольство. Дело ведь не в том, что не успевают. Дело в том, что мертвые украинцы никому не нужны. Как, собственно, и вот эти вот пленные. Это сейчас в Яро, кстати, был. Где пытаются они ценой большой крови удерживать позиции, не нужны, потому что это отработанный материал. Поначалу еще пленных можно было пускать по второму кругу. Теперь желающие закончились. Они, как и многие другие, ищут спасения в России. Дождаться, когда все закончится, когда, наконец, перестанут страдать ерундой адепты вот этой безумной западной религии. На этом все. Дневной рубеж с вами прощается. До завтра. Дневной рубеж.